Всем привет! Сегодня у нас на обзоре оказалась младшая версия совместного детища Google и Xiaomi Mi A2, но с приставкой Lite. Модель уже не выглядит новенькой хотя бы потому, что в Китае продается ее брат-близнец Redmi 6 Pro. Точнее будет сказать, что Mi A2 Lite – это Redmi 6 Pro, но с чистым андроидом на борту. Зная, как в нашей стране любят девайсы Xiaomi, да еще и чистой оболочкой, недолго думая предлагаю рассмотреть этот аппарат. Перед началом обзора подпишитесь на канал и, если не сложно, поставьте лайк для того, чтобы мы поняли, что видео вам интересны. Заранее спасибо, а мы начинаем. Магазинный комплект, как и в других устройствах Xiaomi, достаточно стандартный. Внутри мы видим скрепку для открытия лотка, силиконовая накладка, кабель microUSB и блок питания. Да, и еще не забывайте, что при покупке гаджетов в видеошопер.ру вы получите разные бонусы и приятные подарки. Дизайн задней части практически не изменился по сравнению с Mi A1. Сканер отпечатка пальца находится прямо по центру, чуть ниже основной камеры. Вообще задник смартфона выполнен из металла с пластиковыми вставками, как водится для лучшего приема сигнала. Передняя часть устройства оборудована вытянутым экраном с соотношением сторон 19 на 9 и верхней монобровью. Подобный дизайн можно встретить в смартфонах Huawei. Ну а отцом-основателем, так сказать, этой тенденции стал, конечно же, iPhone X. На верхней боковой грани расположились 3,5-мм разъем, микрофон для шумоподавления и ИК-порт. На нижнем порт microUSB, основной динамик и разговорный микрофон. Справа, по традиции, кнопки включения и громкости. А слева лоток для двух сим-карт и карты памяти. Лоток, кстати, раздельный, что весьма хорошо. Сборка аппарата не вызывает вопросов, щелей и зазоров не наблюдается. Диагональ экрана имеет нестандартный размер – 5,84 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек. Соотношение сторон составляет 19 на 9. Матрица относится к IPS-типу, и надо сказать, что ее качество довольно хорошее. Несмотря на то, что у Xiaomi с экранами вечный рандом, в моем случае все отлично. Матрица точно передает цвета, а белый не уходит в молочные оттенки. Если же говорить о настройках экрана, то так как тут установлен чистый Android, то их практически нет. Максимум, что вы сможете, так это включить ночной режим, при котором экран становится теплым, защищая глаза от перенапряжения. Цветовую температуру, в отличие от MIUI и других оболочек, тут не настроить. Однако справедливости ради скажу, что с завода дисплей откалиброван довольно точно, и явных минусов у него я не вижу. На солнце информация остается читаемой, хотя яркость приходится прибавлять до максимума. Как сказано выше, работают устройства под управлением Android Oreo без каких-либо сторонних оболочек. С одной стороны это плюс, так как система работает гораздо быстрее своих замусоренных конкурентов. А вот с другой, вы лишаетесь возможности кастомизации, за что, собственно, и любят эти самые сторонние оболочки. Судить, хорошо ли чисто Android или нет, я не буду. Как по мне, да, хорош, но у каждого ведь мнение свое. Так что перед покупкой советую посмотреть обзоры и решить для себя, подходит ли вам голая операционка. Snapdragon 625. Как много в этом слове. Xiaomi однозначно испытывает любовь к этому камню. Иначе почему она до сих пор его эксплуатирует, хотя с момента его выхода прошло уже два года. Да, на старте он был хорош и показывал превосходную производительность. Однако времена меняются и процессоры становятся мощнее с каждым годом. И наш герой уже выглядит ветераном. Чипсет оснащен восьмью ядрами с тактовой частотой 2 ГГц. На рынке существует две версии. С 3 ГБ оперативки и 32 ГБ памяти. И 4 оперативки и 64 ГБ собственной. И ее можно расширить картой microSD. Синтетический тест Antutu выдает порядка 79 тысяч баллов. Что по современным меркам довольно средний показатель, близкий к бюджетному. Что касается скорости работы, то тут порой встречаются некоторые фризы. Собственно, как и на любом другом смартфоне. Видно, что оболочка еще не доведена до ума. Но, скорее всего, это дело нескольких обновлений. По поводу автономности даже не стоит переживать. Ведь аппарат получил батарею на 4000 мАч. В умеренном режиме работы аппарат с легкостью доживает с утра до позднего вечера. И при этом не просится на зарядку. Все-таки 4000 мАч делают свое дело. В среднем можно рассчитывать на полтора дня автономной работы. По беспроводным интерфейсам все стандартно. Присутствуют все модули, кроме NFC. Что несколько печалит, учитывая, что девайс предназначен для Европы и остального мира, где бесконтактная оплата развивается быстрыми темпами. Смартфон поддерживает все российские частоты LTE. Да и в целом со связью никаких проблем нет. Динамик расположен на нижнем торце. Он довольно громкий и приятный. Можно и фильм посмотреть, и звонок точно не пропустите. В наушниках имеется возможность подстроить звучание под себя с помощью эквалайзера. Запас громкости хороший, да и качество не хуже конкурентов. По части камер смартфон явно середняк. Он оснащается двойной основной камерой разрешением 12 и 5 мегапикселей. Апертура первого модуля равна f2.2. В целом, если оценивать качество, то все довольно неплохо, как для своей цены. Дневные фотографии отличные, как и фотографии с размытием. Ошибки в алгоритме случаются, но без них никуда сейчас. Ночью ожидаемо все хуже. Шумы и низкая детализация, да и количество смазанных кадров резко увеличивается. В видео смартфон пишет с разрешением 1080p. И при этом имеется электронная стабилизация, которая неплохо так улучшает качество. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Типичная для современных устройств. Для фотографий в инстаграм и соцсети вполне сойдет. Подводя итог, скажу, что Mi A2 Lite не самый лучший смартфон на свете. Но своих денег он точно стоит. У него отличный экран, неплохая производительность, хорошая автономность, да и камеры не стыдно показать на людях. Минусы тут только как по мне. Заезженный дизайн, отсутствие NFC и возможность переназначить кнопки навигации. Спасибо, что смотрели наш обзор. Далеко не переключайтесь. Скоро новые ролики на канале. Субтитры создавал DimaTorzok